Итак, сегодня у нас итог, резюме, как хотите, краткое изложение Zoom, которое проводило руководство компании в воскресенье 4 августа 2019 года по итогам развития платформы, формирования платформы нашей с вами бизнес-платформы на этот день и по моментам, которые нас ждут в ближайшие дни, также перспективы развития в ближайшие месяцы. Очень важный Zoom, и я сейчас повторюсь то, о чем я начала говорить вначале, что цель и задача президента, вот 2 месяца болезни, не все об этом знали, но тем не менее мы пережидали какой-то период. Почему? Подобного рода бизнес, который формировался одним человеком на протяжении многих лет, сегодня он, этот бизнес, принесен в основу платформы, все-таки контакты, реализация этих намерений, заключение дальнейшего сотрудничества с партнерами, которые лично знакомы с этим человеком, с нашим президентом, видите, напрямую зависели от президента. Это его лицо, это его деятельность, это его личные знакомые, это его послужной список на протяжении многих лет сотрудничества и партнерства с многими корпорациями, то есть один человек. Цель и задача, которую он все время говорит, повторяет, ставит во главу угла своей новой концепции, это создать некий холдинг, некую организацию, автоматически функционирующую в автономном режиме каждое подразделение и дающую доходность и управляемую определенным количеством партнеров. Мы знаем, да, концепцию в один миллион партнеров, это наш частный социальный клуб инвесторов, который является прослойкой от верхней шапки руководства, верхней организационной, так сказать, модели холдинг Феникс и бизнес-платформы, которая на сегодня включает 21 компанию. И это та платформа, которая без конца расширяется и дает доходность каждому из нас с вами, мы все акционеры этого объединения, дает нам доходность по нашим акциям, невзирая на формы участия в бизнесе. Так вот, автономное существование каждого подразделения является устойчивым, защищенным, хорошо обеспеченным, самое главное, умело руководимым большим количеством партнеров. Цель и задача на каждое подразделение бизнеса найти, оформить отношения, поставить задачу перед профессионалами, управлять так, этим подразделением, чтобы его доходность была постоянной, постоянно растущей, достаточно для обеспечения функционирования именно нашей части, получения дивидендов от нашего соинвестирования по кронфандинговой системе. Это его новая концепция, это его новая организация бизнеса, которую он уже практически реализовал. Поэтому сейчас, как он сказал, цель и задача очень быстро, максимально быстро начинать запускать те платформы, которые готовы к запуску. Четыре подразделения, о которых он говорил подробно, необходимо срочным порядком до конца августа запустить. Я о них скажу, это прежде всего ID-университет, это ID-драйвер, ID-шоппинг, ID-банк. Четыре подразделения, которые готовы. Я переводила текст, не буду повторяться, но ссылки всех четырех я сброшу сюда. Для чего? Для того, чтобы понимание, каким образом готовы эти платформы, дало для нас с вами, дало для нас уверенность в том, что уже эти четыре платформы, начиная функционировать, дают прибыль нашей бизнесе. Это новые платформы, это те, которые были в стадии стартап. Я не беру действующие компании, у нас были на них ссылки, мы знаем об этом. Это те платформы, которые, будучи стартапами, на сегодня уже реализованы в действии, которые позволяют уже рассматривать доходность наших вложений для получения наших дивидендов в форме развития нашего совместного бизнеса. ID-университет. Давайте, наверное, я буду показывать. Я сделала просто первые скрины по сайтам, сайты данные все эти. ID-университет. Что это такое? Зачем он нужен? Каким образом он функционирует? И для чего он вообще нужен нам с вами? То есть, понимаете, охват, широкий охват возможностей в этом поле у президента, его видение на перспективу, в реальном пояснице нас с вами, дает понимание, что это доходная часть, что это возможности, которые открывают неограниченные возможности увеличения доходов. Итак, ID-университет. У нас Елена Синякова, когда была в Бразилии, он показывал ей этот университет в жилом виде. Три издания, это университет, который имеет историю 162 года на базе этого региона Жанейра, университета, национального соотношения ID-университета. Три издания, но эти договоренности складывались годами. Годами, как и было противоположных преподавателей, которые подтверждают свою ценность как научного работника, как прогрессивного мыслителя и разработчика новых технологий для того, чтобы эти договоренности состоялись. Почему это состоялось? Она еще говорит, я ничего не поняла, студентов я не видела, ремонт идет, но, видимо, это что-то глобальное будет. Ну вот глобально это все теперь реализовано уже в первый стартовый этап. Итак, ID-университет физически подразумевает формирование и развитие университетской базы разработчиков, научных деятелей, кого хотите, серьезных, даже не абитуриентов, а абитуриенты у нас онлайн, серьезных, видимо, людей, которые формируются уже в определенные группы разработчиков, которые бы могли работать на его базе далее, совершенствуя технологии, внедряя технологии, разрабатывая какие-то новые направления, предлагая какие-то новые научные разработки для их внедрения в жизнь. Опять же, на базе ID-университета, повторяю, вы прекрасно понимаете, что все разработки технологические стоят денег в начале вложений, а потом эти дивиденды весьма и весьма ощутимы. Это деньги, которые потом бесконечно такая запатентованная технология приносит компании. Вот вам куда и зачем направление деятельности в этой области было направлено у Клаудио. На сегодняшний день стартовый период ID-курсов, это полторы тысячи, которые уже загружены сюда курсы, три стартовых языка, испанский, португальский, английский, но сказал так, что дайте нам совсем немножко времени, нужно доработку техническую всех этих вопросов, не ищите пока их на основном сайте. У нас именно сейчас идет интеграция и загрузка на сайт, вся эта информация, интеграция с основным сайтом ID-identification, поэтому там пока не ищите. Он специально эти ссылки дал, но уже на сегодня идет продажа курсов, на сегодня уже возможно стать активным пользователем этого сайта. Ну, наш языковый барьер пока не позволяет, дождемся, когда будет перевод. Обещал адекватный перевод, ну, с каким, я не знаю, носителем, но для всех партнеров, всех основных языковых групп, партнеров, представленных у нас в ID. Поэтому на сегодня это уже действующий механизм, я вам объяснила потенциал и зачем ему это нужно. Теперь любой патент, любая гениальная идея, которую он доработает, либо доработает совместно с командой, либо решит привлечь серьезный мозг, скажем так, интеллектуальный для сотрудничества на базе ID, это уже патент, принадлежащий ID на базе университета ID. Это действующая программа, это один из факторов, который уже сегодня формирует весьма и весьма серьезный проект. Теперь смотрите, что такое технологии. Ну, если вы помните, в первых, самых первых презентациях, когда говорили, кто такой Обама, ну, не Обама, извините, неправильно говорю, Клауди Энрик Дузанджуш, Барак Обама. Кто такой Клауди Энрик Дузанджуш, чем он знаменит, чем он популярен, почему мы должны верить, что он что-то может и что-то знает, да? Я тогда говорила, что первые технологические разработки, это еще прошлый век, 90-е годы, технология добычи и удешевления очистки лития. Один из его ноу-хау, тоже запатентованных, это его технология, которую он продал в свое время, корпорациям, добывающим этот элемент, который необходим, ну, во многих направлениях применения, да, от техники, радиотехники до атомной промышленности, очень много. Бомбы тоже, извините, используются там, поэтому на сегодняшний момент это весьма и весьма востребованный минерал. Ну, это не минерал, это материал, скажем так. Ну, минерал тоже, можно сказать. И максимальные потери в этом процессе очень важны для планеты. К чему я это говорю? Вот я сейчас покажу, мы следующее, наше следующее подразделение, о котором мы будем говорить. Так вот, чтобы понятно, была работа, которая проделана в начале Клаудио, на сегодняшний момент проделывается уже группа единомышленников, потому что они создали корпоративное объединение с Китаем, сейчас мы уже ее проделываем, ID Identification. Так вот, это вам сайт ID Driver. Так, к чему я это говорю? Еще когда, в девятом году, сейчас я покажу эту ссылку, я делала с экрана все, потому что я очень много нашла уже в интернете, когда посмотрела, но много делала с экрана. Так вот, вот здесь видно, вот если посмотрите, да, то он специально, он сам открывал все эти ссылки и показывал, где смотреть. 2009 год, начало его контактов с Китаем, еще до начала сотрудничества в рамках торгово-промышленной палаты и развития коммерческих отношений Бразилия-Китай. До этого, это в семнадцатом году оформлено, сделано, является президентом отделения Бразилии. До этого, в девятом году, первый же его визит, первый же его взаимоотношения и предложения, почему вызвали интерес? Потому что вот там область развития реминисцентных ламп, там ламп, не ламп окаливания, а ламп новых технологий всех, потом альтернативных источников света, там тоже используются литий, его технологии. Он интересен всегда как партнер, владеющий некоторыми разработками, которые полезны всему миру. 2009 год, но тогда уже речь шла, теперь я подхожу к Грайверу, речь тогда уже шла о электромобилях. Эта тема еще много лет обсуждалась. Китай начал первый выпуск электромобилей, по-моему, в десятом, либо в одиннадцатом году. Но это были экспериментальные, пробные, какие-то свои наработки. Но дело не в этом. Дело в том, что на тот момент его предложение использовать его долевое участие, его технологии для использования лития в производстве батареи для электромобилей. Мы прекрасно знаем, что нужны электрические батареи, которые являются накопителем энергии для того, чтобы заводить, приводить движение электромобилей. Вот там нужна была технология Клауди. Там тоже очень взаимоотношения очень серьезные были. На сегодняшний момент, это с девятого года, они договаривались, договаривались, договаривались. Дальше мы уже знаем, в семнадцатом году был создан это объединение, ассоциация, где президентом в бразильской части является Клауди в семнадцатом году. В восемнадцатом году в рамках этого сотрудничества после его шестнадцати предложения на заседании БРИКС, в последнем заседании БРИКС вот в том году, предложили тогда для освоения, для совместного освоения, тоже эти все носители есть, Китай, Бразилия, 35 миллиардов долларов. 35 миллиардов долларов в каком направлении, в том числе для строительства заводов по производству двигателей для электромобилей и самих электромобилей. На сегодня договоренности реализуются уже по, вот он болел, да, два месяца затянулось. Вот сейчас он вчера мне в воскресенье сказал о том, что принято решение о строительстве первого завода по электродвигателям в рамках этой программы, освоения этой суммы по электродвигателям для электромобилей, принято решение строительства в Бразилии. То есть это уже не только Китай, это уже дочернее подразделение там в рамках этой программы. Теперь напомню, что все то, что касается электромобилей, мы переходим к AD Driver. Почему? Потому что AD Driver, который зародился в 2017 году, как его предложение для рынка Бразилии в начале тестово использовать, еще не было предложения тестово использовать электромобили в регионе в каком, но начинается все с Рио-де-Жанейро, потому что это его родной регион, в рамках каких-то экспериментальных программ, ну мы знаем, да я в Португалии, например, скажу, каким образом экспериментальная программа применяется в жизни. Владельцы электромобилей на сегодня не платят портажей, то есть не платят за проезд на частных дорогах, они не платят эти взносы. Это для владельцев электромобилей, поверьте, это серьезно, из Лиссабона выехать, я переезжаю каждый день в мост, ежедневно, чтобы поехать в офис, я переезжаю в мост. У нас их основных два моста, именно в Лиссабоне, их немеряное количество платных дорог везде, автобанов немеряное количество, везде есть портажей. Так вот, электромобили не платят, комби не платят. Поэтому у него тоже были дочерние свои какие-то программы, которые он реализовал, имея свой потенциал политического и социального деятеля в своем регионе, он реализовал в Рио-де-Жанейро. Именно поэтому в рамках этой программы принято решение строительства там вот первых заводов. Завод по сборке автомобилей тоже там будет, но завод по сборке автомобилей войдет в действие через два года. А по сборке именно двигателя это все уже начало следующего года. К чему я это говорю? ID-драйвер это прежде всего приложение такси, да? Это программа, которая, ну, известна в мире многими пользователями. У нас есть Uber, у нас есть ULA, у нас есть Andex Taxi, у нас есть много других региональных, по странам и континентам региональных организаций по формированию приложения такси, как отличается ID-драйвер. В среднем 25% любой пользователь, который использует эту систему, допустим, Uber, платит 25% владельцу за то, что он пользуется этой предоставленной ему услугой, работать в этой системе. Клауди пошел очень далеко. Вначале шла речь о том, что будет скидка 6% от 25%. Его опубликованные материалы, в воскресенье то, что он сказал, я думаю, он запишет сейчас эти видео, запишет все программы. 6% любой пользователь ID-драйвер будет платить 6% владельцу за пользование автомобилем, электромобилем. Почему так? Ну, я считаю, это гениальное планирование, которого не хватало очень большому количеству серьезных плановиков, которые организовывали наше народное хозяйство. Смотрите, у него параллельно развивались различные направления. Я отдельно скажу об агроконе, об эго-коине, но вот на сегодняшний момент агрокон номер один. Почему я выставлю ниже промоушн, который компания сейчас дает еще возможность партнерам купить монеты, агро уже нет? Почему? Практически весь агро уже продан на стадии при ICO. Вот ICO сейчас начинается, видимо, со следующей недели, но агро уже продан на при ICO, его нет в продаже. Почему? Потому что уже даже не просто про… имея глобальную платформу Меркосул, мы много о ней говорили, а много раз на ней останавливалась. Меркосул – это платформа, которая в электронном виде на носителях, на серверах, на электронных носителях хранила информацию о поставщиках и производителях. И потребителях, то есть производитель от засевки семян, от… нет, неправда, от аренды машин, от банковских инвестиций в покупку машин, либо удобрений, либо оплаты аренды земли, чего угодно, до семян, до производства, до уборки, транспортировки и продажи поставщику, либо покупателю уже конкретно, если существуют связи настолько унифицированные, что посредники все убраны. И вот это все учитывалось на платформе Алсур, начиная с 91-го года прошлого века. Извините, я говорила с Меркосул. Меркосул. Можно открыть Мелкосур в английской транскрипции, Меркосул в испанской. Можно открыть и посмотреть, что это за глобальная организация. На сегодняшний момент на уровне государств, правительств существует организация для чего? Для максимального удешевления и сохранности производимого продовольствия. Главная задача планеты, вы прекрасно знаете, это экология и нехватка продовольствия в определенных регионах. Не в определенных, а в половине регионов нашей планеты. Поэтому это серьезная задача. И максимальное удешевление ее хранения, транспортировки, доставки, чтобы цена конечного потребителя не убивала на повал сразу в магазине. Для этого, конечно, существуют определенные наработки международные на уровне государств и правителей, на уровне очень серьезных производителей и продавцов-потребителей. То есть это все серьезная работа 20-летнего периода. И эта информация охватывает одну треть производимой и потребляемой продовольственной продукции на планете. Компания, которая в 91-м году начиналась как эксперимент Бразилии-Аргентина, уже в 97-м году имела пять латиноамериканских государств в своем составе. На сегодня она имеет в своем составе Южную и Северную Америку, Азию. И буквально два месяца назад, я об этом говорила, я видела уже напечатанный пресс-релиз здесь в Европе, что Меркосул наконец договорился с ЕС, то есть с Евросоюзом, о заключении не политических, а экономических связей в вопросах поставки, использования и хранения продовольственной продукции. Это очень важно. Так вот, Меркосул – глобальная платформа. Десятилетие. С того момента, когда он стал председателем ассоциации стран Багамского бассейна, ассоциация развития, как же там она правильно называется, короче говоря, производства, потребления услуг и продуктов для народов этих стран. То есть там глобально, в общем-то, заложено в названии, заложены все услуги, которые, в общем-то, он может осуществлять. Именно там, на Багамах, родился и наш ЭК-банк. Но все начиналось с продовольствия. И он, естественно, изучал изнутри. Он является партнером Меркосул от Багамов на протяжении 10 лет. И не секрет, что приняв и поняв, насколько прогрессивна технология блокчейн создал в 2014 году, уже создал наработки нашей Алсур, то есть дублер, платформа дублер, но только на блокчейне. Токенизация всех отношений поставщик-производитель, поставщик-покупатель, токенизация их и перевод в область технологии блокчейн. Сохраняя, использовать базу данных, не секрет, что любой сервер можно взломать. Знаете, да, и уничтожить информацию на сервере тоже возможно, на блокчейн невозможно. Так вот, сохранять данные там оказалось еще более выгодно экономически. И вызволение определенных сумм, определенных объемов финансовых для удешевления этого процесса. То есть там целый механизм расчетов. И это факт. И носителем этого механизма является наш Агроконин. Именно поэтому он продан. Что такое номер один задача? Эта задача стоит перед каждым. И он продан. Теперь смотрите. Поставка всех исполнений, вернее договорных обязательств поставки продовольствия из одного региона в другой будет осуществляться в рамках ID-драйвер. Когда он объявил, что, допустим, в Бразилии на сегодня 23 тысячи таксистов-пользователей Uber и 20 тысяч уже зарегистрированных пользователей ID-драйвер. Почему? Да потому что это, во-первых, экономически выгодно, потому что 6% платить. Можно брать в аренду мобили любые, извините. У нас же существует не только такси и мобили, вы же прекрасно понимаете. И осуществление взаимоувязка работы в рамках именно Алсур будет осуществляться только через ID-драйвер. Вот вам увязка двух отношений. И это все через нашу платформу ID-identification. Доходность от ID-драйвер. Кстати, 15 августа, 15 августа, то есть вот сейчас лицензия оплачена, вступают в силу. Работать будет ID-драйвер уже легально в Бразилии, Аргентина, Майами, Лиссабон в Португалии. Но это лицензирование по регионам означает Европа лицензирована, Штаты лицензированы, Латинская Америка лицензирована. Уже сразу на Zoom мы разговаривали, у нас есть Тарик, это мастер-дистрибьютор Пакистана, это Азия. Он сразу, как только переводили эту информацию, он говорит, что у нас зашел в Пакистан владелец приложения, именно автомобильного приложения электромобилей. Правительство рассмотрело, уже выдали лицензию, уже это все актуально. То есть вперед, в Азию тоже уже можно заходить, и это будет принято на ура, потому что эта тема тоже уже там знакома, лицензирована и принята. То есть и туда направление, но это уже следующий год, куда направится наша компания. Как вы думаете, мы будем получать с каждого вида деятельности корпорации? Вот доход, это то, что уже работает, это вот четыре направления, которые уже формируют доход ID-платформы, чтобы вы понимали, к чему я веду. Так вот, работа над этим, и над этим проектом, а этой частью проекта началась в 2009 году. Именно поэтому я останавливаюсь так подробно, какое количество усилий, денег, личного вложения менталитетного времени, кого чего угодно, как угодно называйте. Это длительный период, очень длительный избирательный период, и всю свою жизнь, прежде всего Клауди работал на свой авторитет для того, чтобы суметь реализовать идею своей жизни. ID-identification корпорация, которая поможет в реальности изменить жизнь к лучшему, а самое главное, наше восприятие окружающей среды, изменить, в общем-то, наше с вами мышление одного миллиона человек, которые за собой тоже каждый приведет определенное количество людей. То есть даже миллион партнеров, которые на первом этапе на сегодня обозначены как приоритетным, я не знаю, как будет дальше, но пока миллион, закрытый клуб. Вот этот миллион партнеров, ну, минимум три миллиона точно изменит мышление, отношение к жизни, к бизнесу, к окружающей среде и питанию вокруг себя, наших друзей и близких. Я думаю, вы со мной согласитесь. Это очень важно, нужно понимать вообще, что на сегодня уже сделано и реализовано. Так это то, что реализовано. Для чего нужна идея университет? Сейчас очень многие доработки отношений в области технологий учета, развития в плане эко-коина, да, это я сказала агрокоин, в эко-коин. У нас сегодня существует уже промышленность, перерабатывающая разделенный, неразделенный мусор. Существует, здесь просто сжигают, вырабатывают энергию для отопления, либо для вторичного использования, либо это разделенный мусор, который может перерабатываться в товары народного потребления, либо строительные материалы, либо куда-то еще. Да, и на сегодня пришла технология, которая всем знакома, популярна. Я опять университет включу, просто немножечко на эту тему остановимся. Пришла тема, какая использование отходов, производство каких-либо продуктов питания. Опять же, все взаимоувязано. Вот тот же сахарный тростник, это сахар, это агрокоин. Но отходы сахарного тростника являются топливом, являются сырьем, материалом для производства гранул ПЛА. Гранул, которые позволяют производить упаковочные пластикоматериалы, органические. Важно, то же самое с кукурузой. Вот у него запатентована кукуруза и сахарный тростник. И многократно, много раз он подтверждал и говорил, что очень хочется доработать по сахарной свекле, удешевить ее. Потому что существует уже технология, итальянская технология переработки отходов сахарной свеклы, она достаточно дорогая. Поэтому удешевить ее, доработать, а также запатентовать, что будет являться собственностью ID. Где это можно будет делать? Сотрудничать уже на базе ID университета с разработчиками тех государств, которые у нас есть в перспективе заявленной возможности сотрудничества. Это кто? Это Россия, это Белоруссия, которые уже по этому вопросу договариваются. Опять же, на базе чего? На базе университета какого? ID. Вот они доработают, удешевят, смогут добыть эту технологию, которая позволит использовать отходы переработки сахарной свеклы, которая немереная количества на территориях и России, и союзных государств. Вы же понимаете, что это деньги. Сама технология – это деньги. Использование этой технологии – это деньги. И это собственность ID университета. ID университет – уже часть платформы нашей ID Notification. Понимаете, это очень важно, чтобы это у вас структурировалось в голове. И когда у меня просят в 5 минут расскажи презентацию компании, я даже не берусь это делать. В 5 минут я расскажу маркетинг, почему здесь можно, и почему бы я выбрала наш маркетинг, потому что он не обещает золотые горы, но он весьма доходный, серьезный, если работать. Это можно. Саму же концепцию в 5 минут изложить нельзя. Это первая концепция в мире, реализованная, я повторяю, реализованная концепция, которая на сегодняшний момент позволяет совместить уже существующий и стартапы, и развивающийся бизнес физический, увязать с надстройкой MLM и позволять существовать взаимовыгодно двум направлениям, потому что наша MLM – это коунфандинговая система. Мы с вами, являясь партнерами определенной закрытой организации до определенного количества партнеров, мы с вами софинансируем с руководством, с партнерскими отношениями с другими компаниями, софинансируем на сегодняшний момент, скажем так, серьезные и потенциально выгодные направления развития бизнеса. Не все то, что уже работает, уже на сегодня основная его доходная часть. Нет, есть те технологии, которые пришли на сегодня, мир же меняется. Меняется все то, что приносит и деньги, и жизнь на планету. Это все меняется ежедневно. Поэтому то, что совершенствуется, если у нас есть один университет, может быть адаптировано к использованию, запротоколировано и запатентовано, это все дает деньги. Так вот, структурирование платформы таким образом, чтобы это был замкнутый цикл, собственный замкнутый цикл научных разработок, производства, финансового обеспечения, всех этапов развития бизнеса, это все сейчас есть на платформе. При этом, как президент заявил, каждое подразделение должно профессионально управляться специалистами. Если у нас ID-университет, не Клауди управляет им, назвал фамилию, я не запомнила, к сожалению, слишком много информации, поэтому все это будет изложено чуть позже. ID-университет, профессор бразильского университета Рио-де-Жанейро, который является действующим профессором университета Рио-де-Жанейро, является совместным ректором нашего университета, который отвечает за развитие этого направления. Что касается ID-драйвер, три человека, там три человека управляют. Один из управленцев, совладелец Юбер в Бразилии, подразделение Юбер в Бразилии. Второй китаец, не скажу фамилии, опять же, потому что звучали они быстро, он-то их всех знает, он лично с ними знаком. Человек, который работает на заводе производителей именно электромобилей, это механическая, так сказать, часть, та реальная часть технологическая, которая необходима в процессе реализации любой идеи. Это человек, который технически знает абсолютно весь процесс от сборки до эксплуатации автомобиля, будет отвечать за эту часть, то есть обеспечение функционала работы нашего автомобиля. И третий человек, это человек, который связан с программированием, с технологиями, с компьютеризацией отношений, человек, который будет обеспечивать функционирование ID-приложения. То есть три управленца, три каждый в своей части профессионал, три будут обеспечивать доходность ID-драйвер на территории Латинской Америки, Штатов и Европы. Это на этом этапе. Мы видим, что Азия тоже заявку дает. В ближайшее время, я думаю, будут покупать лицензию и там. Идем дальше. ID-банк. Многие спросили, что это я просто по ходу выставляла, что он нам показывал. Я по ходу выставляла ID-банк. Это мы помним, да, Экобанкойн. Это банк, который как юридическое лицо призван обеспечивать, так сказать, демонстрацию реальности, находя у него в обороте, это будет правильно сказано, криптовалют. У нас на сегодня их четыре. Четыре основные свои разработки, которые имеют физический и юридический адрес, так сказать, применение. Это были Багамские острова. Если вы сегодня откроете ID-банк, для чего нужно было расширение функции ID-банка, Экобанкойн? Это на сегодня ID-банк, потому что он совмещает Экобанкойн и АВМ-банк физический. Для чего это нужно было? Замкнутый цикл оборота финансов. Мы прекрасно с вами знаем, что криптовалюта не является официально признанным валютным расчетным механизмом. Не является. То есть мы можем сравнивать, говорить, разрешительные различные акты в различных точках планеты уже существуют для применения в той либо другой области, для экспериментального применения, для каких-то отношений. Это какие-то личные отношения в области экономики и в области торговли. Но это все не является признанная Центробанком валютная единица в механизме валютных расчетов межгосударственных. Вы это знаете. Наверное, больше нужно сказать в этой области, что не секрет, и многие, кто следит за новостями, читают, знают очень много раз. И Елена Синякова, и Мария Морева, и сейчас Вячеслав Рузу сбрасывали информацию о том, что бархатная, как называется, финансовая революция, которая произошла в этом году в Базеле в марте этого года, незаметная, как все говорят, но революция, которая меняет не просто экономическое расположение, весовое положение стран и приоритетов, а геополитическое значение имеет. Почему? 44-й, 47-й или 48-й, точно не скажу, надо опять поднимать, смотреть год. Вот принятие международным эквивалентом расчетов доллара, это был стабилизирующий фактор, когда необходимость после военного развития, многие страны предпринимали шаги каким-то образом в создании резервной валюты. В общем, единым эквивалентом был принят доллар, в конце концов, на международных конференциях. Почему? Ну, страна, которая сбежала войны, научая на своей территории не участвовать, там много было факторов, я не буду их повторять, там можно все прочитать в интернете. Но на тот момент перепаха на земля была Европы, золотые запасы многие государства европейские утекли в Америку. Кто для сохранения, кто вывозил уже постбитлеровский неонацизм, они вывозили туда для сохранности в том числе, прятали. То есть очень много чего происходило, почему потоки золотых запасов ушли в Америку. На тот момент содержанием, не только на тот, исторически содержанием оборотной единицы валютной международной было унции золота, количество унций золота в той либо другой банкноте. Это было правило, мы знаем червонец, мы знаем все то, что было в истории. Это было принято, когда у нас бумажные деньги, Екатерина ввела в Россию бумажные деньги, это 17 век. До всего этого это вообще были номиналы только драгметаллов, и драгметаллы соответствовали банкнотам, потому что удобнее было их. Там много, история интересная по деньгам, но всегда содержимым тех либо других валютных единиц было что-то физическое, что-то то, что имеет стоимость помимо бумаги, которую можно сжечь. Это нечто, это запас, который обеспечивал стабильность финансовой системы того либо другого государства. В свое время это стала Америка, потому что и германское золото, и португальское золото, точно знаю, хранится там. Другие государства брать не будем. По-германскому очень много напечатано, португальское просто знаю изнутри отсюда. Поэтому на сегодняшний момент, с историей времени, с временем прошедшим в истории, на сегодняшний момент доллар не стоит по номиналу тому, который должен был бы быть отражен в унциях на банкнотах. И вы это знаете. Обесценивание происходило на протяжении десятилетий, инфляция, бесконечная эмиссия денежных, ничем не обеспеченный банкнот, потому что требовалась бумага для того, чтобы избегать других глобальных кризисных явлений в экономике. Это все мы хорошо знаем, проходили по политэкономии. Но на сегодняшний момент в Базеле в этом году Международным валютным фондом и Международный валютный фонд – это инструмент, который является, так сказать, реализатором финансовой международной политики объединенного банковского международного правления. 10 банков основных. Так вот, было принято решение и доведено до Международного валютного фонда, что, начиная с марта этого года, содержание, золотое содержание в расчете в любых валютах является приоритетным. Что это значит? Понимаете, что сейчас происходит? Я не буду углубляться в этой теме. Я еще раз вернусь к тому, что говорил Клауди в прошлом году. Прежде чем мы начнем... Я вам обещаю, что через полтора-два года вы все будете долларовыми миллионерами. Но, во-первых, то, что мы делаем, во-вторых, еще пройдет регламентация рынка в некоторых направлениях, которая нам и обеспечит эту возможность. А теперь вспомним, как долго, как быстро мы хотели получить на золотой коин, быстро его поменять на биткоин и быстро получить какой-то эквивалент в деньгах. Все, сегодня, вчера, да? Здесь и сейчас. А теперь смотрите, мы заходили, 38,5 у нас стоил наш коин. Для того, чтобы он был приравнен к стоимости, равную одному грамму золота. Сколько прошло, ну, я не знаю, договоренности, времени по согласованию, по подтверждению, по листингу на лондонской бирже драгметаллов, по анализу по шахте, по международному заключению геологоразведки, представленному определенному уровню на арбитраж, извините, на аудит. Это все было до такой степени долго и тщательно проработано, потому что шахту-то приобрели в 2017 году. Три года торги шли с государством, приобрели шахту. Наверное, бы не удалось купить эту шахту, если бы не кризисная ситуация правительственная в Бразилии. И невозможность Клаудио, совместив усилия и деньги определенных серьезных людей, политических и олигархов бразильских, скажем так, внести эти деньги и выкупить эту шахту. Наверное, следующий шаг был бы невозможен. Возможен, конечно, потому что у компании, сейчас компания рассматривает покупку шахты еще в Африке дополнительно. Были бы другие возможности, он не останавливается, он идет дальше и дальше. Но эта шахта, это действующий рудник, действующая шахта на протяжении многих лет, 49-го года, имеет послужной список. Самое главное, имеет рынок сбыта, имеет устойчивые договоренности. Компания «Золотодобытчик», шахта-то само собой, еще и компания должна быть, она имеет устойчивые связи с банковским миром и с миром, так сказать, реализации золотозапасов. Поэтому это очень важно было. Приобретение этой шахты, доведение ее до того, чтобы признание нашего койна было как золотоносным, было очень важно, они это сделали. И в декабре прошлого года было это завершено, этот процесс. Стали другие технические вопросы решались, но этот процесс был закончен. Почему было объявлено 24 декабря? Этот процесс был закончен на тот момент. Почему у нас в бэк-офисе все появилось? Наш золотой койн стоит 1 грамм золота. Поэтому помним, 38,5 на тот момент нам выдали. На сегодня кто последний заглядывал в бэк-офис? И 46, и 47 уже с копейками. А теперь почитаем аналитику, что происходит в мире. Почему золото Россия не продает и продавать не будет? Почему так сложно на сегодня вообще куда-либо? Золотые компании, которые обещают вам присылать золото. Ну, друзья мои, давайте читать все-таки хоть немножко международную прессу. Ни одно государство на сегодня золото не выпустит. Еще раз говорю, в март этого года Базель принята финансовая установка для правительства государств. На сегодняшний момент золотой запас определяет состоятельность финансовой системы страны. Почему из России невозможно вывести золото? Легально я не веду, да по этой причине. А теперь смотрите. У нас третий банк, Штаты. Почему у нас подразделение нашего? Пересмотрим сюда. Они это сделали. Для меня это было просто в воскресенье поразительным. Но они это сделали. Одно дело Багамы. Другое дело, извините, Рио-де-Жанейро, где открыли. Смотрим сюда. Вы можете открыть и сами посмотреть. В Майами есть филиал у нас в Майами. У нас в Штатах, у нашего банка, у нашего ID-банкинга есть филиал. Так вот, банковский сейф, который хранит запасы, определяемые на содержание монет, уже выданных в пользование. Часть монет, часть золота определяется на эмиссию монет, а часть продается на свободном рынке, так как это должно быть. Компания там зарабатывает. И это тоже та доходная часть нашей платформы. Так вот, в Майами уже открыто подразделение. О чем это говорит? Американцы – это главный фильтр. Штат – это вообще главный фильтр легальности того-либо другого направления развития в этой области. Открыв в Майами подразделение, Клауди решил очень многие проблемы, которые недоступны многим компаниям. На сегодня, во-первых, сам цикл монета золотоносная, которая имеет на самом деле подтвержденное содержание одного грамма золота, многими протоколами, бумагами, заключениями, листингом в Штатах, в Англии это имеет. Это первое. Во-вторых, готовый paper, который будет опубликован. Я боюсь говорить даты, не буду говорить даты. Но все это в ближайшие дни. Следовательно, начинается ICO других монет. У нас наше ICO закончено, поэтому монеты эти больше не продаются. Но выход их на обменную функцию на Умбрелло – это вот дни, поэтому это все абсолютная реальность. Далее, когда я говорю о золоте, вы почитайте аналитику. Очень многие, в общем-то, серьезные финансисты, аналитики говорят, что стоимость грамм дает до 100 долларов уже этой осенью. На сегодня мы имеем 46-47. Поэтому я всем рекомендую не торопиться, вот спускать просто все монеты. Не торопитесь, потому что подтвержденность их золотого содержания не нам с вами оценивать. Это реальность, которую всю можно, кто приезжает в офис, все можно проверить и посмотреть документально. Это все реальность. Поэтому не торопитесь свои золотые монеты направо-налево быстро разменивать. Если уже до осени это будет стоить весьма значительные суммы, а скорее всего так и будет, потому что это не решение нашей компании, это решение глобальной финансовой системы. Поэтому, имея подтверждающие документы нашего золотого содержания монеты, это наше будущее. Не торопитесь просто отдавать направо и налево монеты. Где их можно будет купить? На Умбрелла. На сегодняшний момент на Умбрелла. Либо сейчас, немножко забегаю вперед, видимо, со следующей недели у нас будет объявлено ICO трех монет. Возможно, дадут еще какое-то количество золотых монет продать, но уже какая будет скидка, я не знаю. При ICO закончилось. При ICO разрешил Клаудио, внизу я сделаю ссылку, я уже выставила в чате, при ICO он сейчас разрешил в прежней цене 55 копеек только для ЭКО. Почему, тоже объясню. Теперь смотрим дальше. По банку все понятно, но вот он сбросил банкоматы, как хотите называть, это терминалы, мини-терминалы, которые я сбросила фотографии. От многих компаний слышим, в Европе пока их нет, в Штатах они уже есть, в Европе пока нет мини-терминалов, которые бы позволяли, увязывая в определенной финансовой системе, я вам рассказала, какая у нас система, позволяли покупать биткоины, отправляя, значит, через кредитную карту, отправляя средства и делать обратный механизм обмена. Что Клаудио сказал? Это наш экипомент, это наше обеспечение, инструментальное обеспечение, как хотите называть это, наши умбреллы, которые будут позволять облегчать для каждого партнера процесс обмена, покупки и продажи биткоинов, не только биткоинов, в том числе всех наших альткоинов, у нас их три, еще дополнительно четыре, вернее, вместе с золотым коином, плюс эфир, плюс возможность добавления любого альткоина, который компания захочет сюда прибавить. То есть это те перспективы, которые открываются уже вот сейчас в августе у нас с вами. И первая тысяча машин растаможена уже в порту на прошлой неделе, потому оказывается, они уже ничего даже не говорят, вы видите? То есть информации нет, 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 длительное время ничего не говорила, не выставляла, нет информации, ничего не говорят, потому что сказали, сами себе испортили, сколько толков, кривотолков появляется, начинаются требования, ой, сказали дату, почему до сих пор не выдали. Поэтому пока не растаможили первую тысячу, первая тысяча не пошла сейчас сюда, 10 машин уже в офисе, поэтому уже ничего не говорят. 100 тысяч машин, планы компании, 100 тысяч машин на ближайшую перспективу, я думаю, на первые полгода, то есть за первые 100 тысяч партнеров. Цель и задача, чтобы каждый партнер имел машину, но на первом этапе, как он сказал, такой агрегат, такой мини-обменник может иметь каждый лидер, кто захочет. Я не знаю, сколько она будет стоить, почему еще? Потому что вот вся эта система взимает комиссия 10%. Эта комиссия распределяется по партнерской сети. Я еще не знаю, как, я думаю, в ближайшие дни мы об этом узнаем, но это те новости, которые, видимо, завтра на Zoom будут говорить. Будут новости, я опять соберу конференцию. Поэтому на сегодняшний момент это реальность. Вот первое, опять же, куда уходят деньги? Я такое количество направлений могу вам сейчас в цифрах назвать, куда уходили наши деньги. И цели задачи, которые Мигел всегда повторял, я не могу тратить деньги наших инвесторов, и должен запустить бизнес. Если я буду просто долги отдавать старых партнеров, и не запускать бизнес, который намечен, и не соинвестировать в все эти направления, которые нам необходимы для обеспечения нашей доходности, то это будет пирамида. Поэтому я учитываю подразделения, которые готовы, профинансированы, готовы к действию, заходят шаг за шагом в течение августа. Вот первое я назвала, у Брелла это ближайшие часы дни, это вот сейчас, потому что как он писал в обращении, но опять же переводил, это все стерлось. Сама не стерла, ну так, в общем-то, ошибочно, но опять же бесконечные звонки и просьбы срочно реализовать чьи-то запросы. Поэтому главное обращение какое стояло в том, что все этапы, сейчас идут последние операционные тесты для того, чтобы подтвержденность и защищенность системы была каждому обеспечена, потому что все необходимые шаги сделаны, все проплаты страховых полисов сделаны, страхование завершено, каждая монета на каждом этапе. Но, ко всему прочему, на сегодняшний момент цель и задача компании таким образом, сейчас опять публикация, у нас же был опубликован в ВПП уже, Eagle Social Gold Coin, так вот на сегодняшний момент опять допустимые вопросы, вернее, все были на неделю уже, о том, что на сегодняшний день необходимость реального существования в этом мире, любой криптографической разработки, должна быть подкреплена физическим бизнесом, и не просто где-то. Вот я вам увязывала, рассказывала, что к чему, что из чего вытекает и что с чем связано. Так вот, у нас наши подразделения, бизнес-платформы на контрактных началах увязаны с тем, либо с другим коином. Поэтому вот это все уже теперь будет дополнено и вайтпепер. Почему он это делает? Потому что многократно говорил о профессионализме, его можно позавидовать. Он в каждой области работал годами, чтобы понимать изнутри требования времени, перспективы развития в ближайшие, так сказать, годы. Так вот, начиная с 20-го года, я не скажу, с какого периода, с начала года, с середины, с конца, не скажу. Но начиная с 20-го года, каждая разработка криптографическая, если она претендует называться токеном, должна быть обеспечена контрактными отношениями с реальным бизнесом в той области, где она хочет быть применима. Не дожидаясь 20-го года, это все делается уже сейчас. Это все затраты, это все финансы, это все ресурс человеческий, это все фактор, который замедляет процесс введения этого вот механизма кнопки, которая нам так необходима, но это факт, и это сделано. Все четыре витпепера готовы, причем они все застрахованы, учитывая, что они все носят социальный характер, там определенные программы есть, доходности от реализации продажи и токенов повторных продаж, и 20-ти процентного отчисления в социальные программы. Это все занесено в витпеперах, это все есть. Но эти программы настолько имеют законченный характер, что на сегодняшний момент, наверное, это первое, вот настолько глубоко и емко оформленные официальные документы по каждому токену. Вы, наверное, заметили, что все последние ICO, либо биржи, разработки, какие выходят на прессе, на ICO, они пишут целые программы, где они могут быть использованы, почему они нужны, и где и когда они будут применяться. Будут, ключевое слово. И насколько важно, что наш витпепер, который выходит все четыре, уже в скорректированном виде, дают понимание, где они применяются на контрактных началах. Вот это главное отличие, которое на сегодня я считаю все-таки его предвидение, перспектив развития в каждой области, ну, нам на руку, нам с вами, потому что мы с вами акционеры этой компании. Поэтому ID-банкинг, уже теперь увидите, ID-банкинг, это уже не отдельно Экобанкойн, не отдельно ВМ. Это ID-банкинг, который увязывает с собой и мини-терминалы, и платежную систему Visa Mastercard. Все это стало возможным только благодаря тому, что он смог увязать единый замкнутый финансовый механизм внутри платформы. Опять же, доходность от всех этих процессов, помним, да, 10% идут на доходность наших дивидендов ежегодных, исключая маркетинг. Маркетинг здесь ни при чем. Поэтому нужно понимать, что колоссальная работа сделана, закончена, и эта работа, которая позволяет нам с вами уже сегодня говорить, что эта корпорация пришла всерьез и надолго. Ну и последнее подразделение, которое готово к деятельности, это ID-шоппинг. Он показывал глубже и больше, там что и как доступно уже, там через ID-шоппинг, в частности, доступна будет и наша карта, и возможность отправлять, покупать минуты на нашу карту Телкоп. Мы все ее ждем, да, потому что Time is Money, это еще одно подкрепление, еще одно направление наших токенов. И поэтому в ближайшее время это все вот шаг за шагом. Первая Умбрелла, шаг за шагом ID-драйвер, ID-шоппинг, это все то, что мы получаем в ближайшие дни, недели до конца августа. Поэтому президент говорил, что настолько важен август, потому что сейчас, объявляя уже ICO трех монет, оно должно быть закончено до конца сентября. Но, как он написал, объявление ICO не мешает запуску Умбреллы и возможности функционирования наших монет, даже первой монеты, на Умбрелле обмена ее продажи, покупки биткоина и так далее. То есть в полном объеме все инструменты входят в действие уже вот сейчас. Завтра мы узнаем, видимо, пошаговый механизм, каким образом, потому что назначен на завтра Zoom. Это важно. Теперь я два слова скажу по акции. В общем-то, почему стоит на нее обратить внимание? При ICO было закончено. Я объявляла уже на конференции, в частных и личных беседах, потому что единственный вопрос, который задали все партнеры по концу Zoom, а было очень много другой информации. Я не могу ее всю сейчас дать. Очень объемный Zoom был, частями, но я вам главную информацию сказала. Так вот, первый вопрос, который был задан, когда и как возможно купить монеты, потому что было объявлено, что с 1 августа прессия закончилась. И цена 55 копеек стоимости трех наших монет уже нереально не существует, она уже не актуальна. На что президент ответил, мы подумаем так, вот буквально сегодня, вчера вечером, мне сегодня стало известие бродить по чатам, что вчера он дал добро на CoinPay информации. Это коины, 55 копеек, сейчас купить можно. На ICO будет другая цена. Вот, допустим, неделя у нас есть на покупку этого коина, да, через неделю выходит уже ICO, когда готовы, опубликованы все вебпеперы, это означает ICO, это что, это уже CoinMarketCap, это функционирование нашей Умбрелы, уже будут стоять в ожидании торговать и три коина, торговаться будет наш Eagle Social Gold Coin, поэтому вот эта неделя либо 10 дней, сколько осталось до ICO, у нас есть 55 копеек Эко Банк Коин. Почему? Потому что гарантия, ну, агро практически весь продан, я уже говорила, тайм из мани в том же состоянии, как оказалось, Китай закупил, я не знала об этом настолько в подробности, я знала, что Китай очень много купил, практически они выкупили тайм из мани, потому что это деньги. Пока мы с вами доходим и понимаем, что к чему и почему это важно, ну, вот так случилось. Эко, учитывая, что на сегодняшний момент технология PLA только в стадии разработки договоренностей, со странами по строительству заводов PLA и первая договоренность реализована таки с Индией, я могу это уже сказать, вслух реализована, поэтому это как раз то, что на какой-то момент он тоже продается большими контрактами, но сегодня мы имеем возможность еще отправлять неограниченное количество этих коинов ICO, ну, и промоушен от президента, всем тем, кто сейчас понимает ценность этих монет, вот здесь все прописано, да, для партнеров ID identification, для партнеров, новичков нет, хотя новички на контракте не тоже становятся партнерами, 47 они обязаны оплатить в любом случае, да, членский взнос годовой, поэтому для партнеров с вчерашнего дня разрешено продление еще при ICO именно для Эко, коина по цене 55 копеек, и 5% пригласителю, то есть спонсору этого человека будет выплачено немедленно, либо в монетах, либо в эквиваленте биткоиновом, как человек пожелает, поэтому это важно, на сегодняшний момент и у меня много запросов было отдельно в личках, если есть желание, я расскажу, как это сделать, прежде всего оформить контракт, у вас у всех есть спонсоры, в личку мне писать не нужно, есть спонсоры со всеми, с кем я на контакте, первая, вторая, третья линия, как правило, у меня на контакте, необходимо отправить свои личные данные, прежде всего имя, фамилия, логин, почта, адрес, точный проживание, такой же, как у вас в ID в кабинете, телефон, номер паспорта и ксерокопию паспорта, а также сумма, какую вы даете на контракт, минимум тысячи, я напоминаю, и количество монет на тысячу, какой будет, по 55 копеек, это уже компания рассчитает, вот это то, что можно еще сегодня сделать, все, на сегодня все, что я хотела сказать, теперь, пожалуйста, вопросы. Global Star Club Возможности безграничны.